Уважаемые пациенты, сегодня мы рассмотрим тему как проверить родинку на онкологию. В разные времена родинкам приписывались разные качества. В зависимости от места их расположения предсказывали судьбу и описывали характер человека. Сейчас больше внимания привлекает их влияние на здоровье. Некоторые люди считают, что появление новой родинки это онкология в чистом виде. На самом же деле это абсолютно не так. Что же представляет из себя родинка? У человека есть особые клетки, меланоциты. Они распространены абсолютно везде, даже в головном мозгу. Они отвечают за окраску практически всего в организме, разве что в эритроцитах свой пигмент гемоглобин. В коже под солнечными лучами этот фермент темнеет, так как меланин поглощает ультрафиолет и предотвращает ожоги. В волосах в процессе роста стержень волоса пропитывается этим пигментом и приобретает свою естественную окраску. В радужной оболочке глаз тоже есть меланин. Больше всего клеток меланоцитов в коже, так как она самый большой орган человеческого тела. Скопление этих клеток образует то, что мы называем родинками. А с медицинской точки зрения это невусы. В чем особенность родинок? Многие замечали, что родинки отличаются друг от друга у разных людей и даже у одного человека могут очень сильно отличаться. Они различаются внешним видом, прежде всего, количеством, размером, формой, цветом, возвышается ли над поверхностью кожи, есть ли ножка. Оценка родинок по таким признакам введена даже в медицинскую практику, потому что формально это доброкачественная опухоль. В какой-то момент она способна стать злокачественной, то есть малигнизироваться. Что же может влиять на переход родинки в онкологию? Перерождение родинки в рак происходит не всегда и не у всех. Но по определенным факторам, которые повышают вероятность появления у родинок симптомов онкологии, известными являются это расовая принадлежность. Белые светловолосые люди болеют меланомой чаще, чем смуглые брюнеты. Генетическая предрасположенность. Если члены семьи уже лечились от меланомы, риск заболеть в 15 раз выше, чем у среднестатистического человека. Также влияет количество родинок. С каждым десятком, независимо от их расположения и размеров, вероятность малигнизации любой из них возрастает. Если на теле более 100 родинок, то степень малигнизации повышается в 7 раз. Также влияет локализация. Здесь важно то, чтобы неус поменьше травмировался и раздражался. Например, воротником, одеждой, обувью. Также влияет солнечный ультрафиолет. Под его влияние меланоциты активно размножаются, что иногда приводит к онкологии на фоне загара. Люди, которые обнаруживают хотя бы один из перечисленных признаков, для успокоения должны каждые 6 месяцев обследоваться у дерматоонколога. Рассмотрим вопрос, можно ли самостоятельно выявить превращение родинки в онкологию. Из перерожденных в рак меланоцитов вырастает опухоль меланома. Его встречаемость составляет примерно 10% от всех раковых заболеваний кожи. Протекает очень активно. Рыхлые клетки быстро метастазируют, плохо распознаются иммунитетом. На это необходимо обращать внимание, существует специальный алгоритм, состоящий из четырех пунктов. Первый – это прежде всего асимметрия. С начала неконтролируемого деления меняется форма родинки. Изначально она округлая, заметно деформируется за короткое время при ее озлокочистлении. На второе, что следует обратить внимание, это на изменение края. Асимметрия обычно сопровождается изменением очертаний невуса. Появляются зубчатые, зубчики или расплывчатые границы. Это должно насторожить пациентов. Следующее – это изменение окраски. Обычно родинка невус должна быть однородного цвета. Если замечено, что цвет изменился, потемнел или посветлел, или родинка стала многоцветной, то необходимо более быстро, поскорее обратиться к дерматологу. И четвертый критерий – это диаметр. За вариант нормы родинки принято около 6 см диаметр. Превышение этого показателя означает, что нужна консультация врача. Измерять нужно простой линейкой по самому большому размеру поперечника. Важно соблюдать все требования алгоритма с абсолютной точностью. При обнаружении у себя или близкого человека хотя бы одного из пунктов, требует проверки родинки на онкологию. Такая проверка осуществляется дерматологами, дерматоонкологами нашего медицинского центра. Нередко бывает, что невус уменьшается. Вроде хорошо, опасность меньше, но на самом деле это не так. Во многих случаях опухоль просто скрывается под кожу, уходит с поверхности. То же касается и окраски. Если в природе меланомы, которые называют беспигментными, периодически встречаются, они сохраняют все злокачественные свойства, но окраски при этом не имеют. Как подтвердить перерождение родинки? Давно было замечено, что невусы могут сами появляться и сами исчезать. И не всегда это приводит к меланоме. Да, до сих пор медицина не в состоянии точно сказать, почему происходит озлокачествление меланоцитов. Значит и точно определить время, когда это случится, тоже предсказать невозможно. Для того, чтобы удостовериться, что все с родинкой в порядке, проще всего пройти специальное обследование на дерматоскопе. Это своеобразный микроскоп, который позволяет рассмотреть клетки кожи прямо на теле. Такой аппарат не дешевый, но большой редкостью не является. Благодаря ему можно проверить родинки на онкологию в Москве и в других городах, где есть клиника, которая может себе это позволить. Если подумать, то альтернатива обследованию на дерматоскопе только биопсия. Хлопотная, требующая немало времени на анализ исследования, обычно его проводят уже после операции, изучая ткани удаленной родинки. Можно еще провести анализ крови на специальные белки, которые сопровождают развитие меланомы, то есть онкомаркеры. Повышение их уровня в крови позволяет очень рано заподозрить злокачественный процесс в организме. А тогда необходимо пересмотреть все родинки, найти опухоль и дальше действовать по указанию врачей. Бояться родинок не стоит. Можно обнаружить те из них, которые лучше удалить, пока они в нормальном виде, которые имеют переходное строение и не успели приобрести озлокачествление. Если даже найдется неус, переросший в онкологию, своевременное лечение, удаление его с гистологией позволит победить болезнь полностью. Иногда для этого достаточно несколько минут и небольшого разреза скальпеля. При необходимости проверить родинку на онкологию, обращайтесь к дерматоонкологам в нашей клинике. Субтитры создавал DimaTorzok